Коллеги, здравствуйте. Рядом со мной Юрий Акинин, компания Dijex Co. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Очень приятно на самом деле находиться на мероприятии, посвященном ритейлу. Я бы сказал так, что в последнее время, можно сказать, все изголодались по мероприятию. Вот видно в глазах людей вот это желание общаться, желание двигать бизнес, желание, собственно говоря, двигать технологии. Мы, как компания, занимающаяся фактически IT-технологиями, цифровизацией, автоматизацией, особенно приятно удивлены количеству таких молодых решений, в частности, фонды представителей Сколково, которые здесь находятся, двигают очень много технологий, в том числе в сторону ритейла. Сами мы достаточно давно находимся на рынке и работаем с ритейлом, в принципе, плотно. И поэтому, наверное, отдельно хочется отметить то, что фактически сейчас нет ни одной крупной компании, которая бы не использовала какую-то такую IT-шную фичулечку в основе своих процессов. И, наверное, я бы сказал, что все больше и больше интереса появляется к таким, к нативно рожденным компаниям, типа там Яндекс.Такси, да, существование которых бы, в принципе, было невозможно без IT-площадки. То есть это, скажем так, некоторый следующий шаг развития технологий, когда вместо того, чтобы брать и оптимизировать какой-то кусочек процесса в работе организации, компании выбирают принципиально другой подход. Они создают IT-фундамент, на котором уже начинают строить все оставшиеся процессы. То есть, допустим, если из того же самого Яндекс.Такси убрать мобильные приложения, весь их бизнес развалится. На самом деле, особенно приятно видеть то, что в целом некоторые тормозы в развитии, которые могли бы, скажем так, препятствовать вот этому IT-течению в России, в силу разных причин, они, по крайней мере, на данном этапе не настолько явно выражены просто при общении с людьми, с представителями организаций. Какие сейчас главные тормозы в работе разработчиков IT-решений? Это отсутствие или недостаточная какая-то компетентность в аппаратной части? Или все-таки софт и не готовые к нему ваши потенциальные клиенты? Или все-таки у нас все понимают, что это нужно, но где-то есть какая-то проблема? Слушайте, ну, если говорить о проблемах, то, наверное, здесь есть технологические проблемы, да, связанные с тем, что большее количество софта, так или иначе, они принадлежат компаниям, у которых Headquarters находится просто в других странах, в частности, наверное, ну, все-таки большая часть, так или иначе, в Америке. Вот, дальше, соответственно, те шаги, которые предпринимались по импортозамещению, просто не были сделаны в полном объеме, и, конечно, с учетом, ну, таких вот резких, резких, скажем так, ограничений, просто по факту компании столкнулись с тем, что сейчас в экстренном режиме вынуждены переходить на какие-то open-source проекты, открытые, ну, решения с открытым исходным кодом. Вот, наверное, это такая самая, самая часто встречаемая проблема. Вторая проблема с точки зрения людей, то, что, ну, некоторые люди просто приняли решение переехать из страны в силу, ну, в силу, может быть, как бы некоторого эмоционального фактора, да, в первую очередь, и, ну, там, по крайней мере, мы ожидаем, что много из них вернется, да, через некоторое время, то есть в целом, в целом здесь есть, как бы, позитивный тренд, ну, и работы, скажем так, в России не убавляется, а я бы сказал, прибавляется, ну, имеется в виду IT-работы, там, если говорить о цифрах, то, ну, просто по итогу прошлого года, там, допустим, рост был порядка, там, 13%, да, несмотря даже на вот эти вот проблемы, скажем так, пространства, созданного после пандемии, вот, рост зарплат по-прежнему, так или иначе, присутствует в IT-рынке, конечно, не так, как в конце прошлого года, когда рост составил порядка 30%, вот, но, в частности, в частности, даже сейчас, вот, скажем так, требования на ключевых специалистов, архитекторов, лидов, они очень высокие, и компании, я бы сказал, дерутся, да, за вот, за эту компетенцию, как бы, и поэтому, поэтому, конечно, хочется верить, что, ну, скажем так, все потребности бизнеса, они будут перекрыты теми кадрами, которые есть на IT-рынке, эти потребности растут, ну, а, как мы понимаем, экономика растет ровно в тот момент, когда некоторые вот эти вот потребности покрываются, появляется новое, там, конкурентное преимущество какой-то организации, в частности, реализованное с помощью IT-технологий, и, ну, и за счет этого предоставляется более качественный сервис, либо более дешевые услуги, либо, скажем так, в принципе, способы привлечения клиентов появляются новые. Понятно, но мы уже слышали даже от правительства о том, что мы испытываем нехватку IT-специалистов, и те IT-специалисты, которые уехали, я так понимаю, в любом случае, в какой-то момент, как перелетные птицы поймут, что огромный спрос в России, увеличение зарплат, и, не повысить этого слова, непаханное поле импортозамещаемых продуктов, которые должны заменить собой западные аналоги, дадут ту почву плодотворную, да, в которой специалисты почувствуют себя уверенно, захотят вернуться, и новые кадры, которые сейчас вот пока не чувствуют в себе силу, как бы будут взращиваться и так далее, и у нас будет IT-страна с огромным потенциалом и потрясающим специалистами. Слушайте, я с удовольствием бы пожил в этой IT-стране, вот, но есть некоторая специфика, например, вот я в IT-индустрии уже больше 20 лет, и, скажем так, ну, давайте так возьмем, последние там 10 лет, когда я работаю и занимаю там руководящие должности, в частности, там работал в компании PAM Systems, вот, там возглавлял офис порядка 3,5 тысяч человек, ну, имеется в виду инженеров, вот, в частности, там текущий бизнес, группа компаний, где, наверное, больше тысячи инженеров. Могу сказать так, что вот последние 10 лет не было ни одного года, когда бы спрос на IT-специалистов был низким. И, наверное, это та реальность, с которой мы просто уже привыкли жить, привыкли, как бы, я бы даже сказал, немножко существовать, да, и, конечно, там любая вот такая вот IT-компания, которая сталкивается с проблемой кадров, она понимает, что единственный способ решать эту проблему – это инвестировать в людей, инвестировать в их обучение, в их развитие, поэтому, в принципе, ну, так или иначе, те компании, скажем так, которые перерастают в размер, там, 500 человек, они начинают серьезно относиться к программам обучения. В частности, мы работаем с молодежью со студенческой скамьи, вот, мы иногда проводим мероприятия для школьников для того, чтобы, собственно говоря, втянуть их в эту область, заинтересовать, и в будущем они выбрали инженерную профессию. Мы работаем с теми людьми, которые хотят поменять свой профиль деятельности, перейти в IT, вот, и все эти программы, конечно, конечно, ну, в большей степени просто связаны с тем, что не хватает, не хватает компетентных кадров, вот. Позитивно смотрим будущее и надеясь, что всего скоро будет хватать. Слушайте, ну, однозначно, позитивно смотрим будущее, очень хорошо, что проходят подобные мероприятия, направленные на целевые сегменты, в частности, ритейл. Очень хорошо, что после коронавируса, так или иначе, мы имеем возможность пообщаться лично, посмотреть друг в другу в глаза. В принципе, ну, так или иначе, есть у нас технологическая база, экспертная база для того, чтобы все вот эти некоторые невзгоды и проблемы пройти достойно и показать хорошее развитие в дальнейшем. Мне кажется, на этой позитивной прекрасной ноте стоит закончить. Спасибо вам большое за интересное общение. Спасибо большое. Всего хорошего.